Всем привет! В прошлом году мы успешно помогли ребятам из России поступить в польский вуз. Набор среди граждан России и Казахстана на новый учебный год уже открыт. Обучение на русском, английском или польском. Кроме того, мы запускаем новый проект трудоустройства россиян в Польше. Если вы ждете особый знак сверху, то это он. Вам всего лишь нужно зайти на наш сайт и заполнить анкету. Подробности на наших сайтах, ссылки в описании. Более 100 миллиардов рублей. Вот сколько россияне задолжали черным ростовщикам или микрокредиторам. Ну, конторы, знаете, такие, в которых перехватываешь до зарплаты, скажем, 5000, а отдаешь в итоге 20, 30, а то и 50. И вот 100 ярдов по состоянию на 1 марта наши соотечественники тем жуликам должны. Причем это только официальные данные, уверен, цифру ту смело можно умножать и минимум на 5, даже на 10. И все в курсе, что данный вид мошенничества существует, что у людей через такие микрозаймы отбирают последние, но никто ничего с этим не делает. Может, скоро уже магазины по продаже паленой водки легально открываться начнут. Не, ну а чего? Кокаин же гиппочтой отправляют из некоторых стран. Начинаем. А уровень жизни россиян меж тем продолжает стремительно падать. По итогам 2017 года, которые, к слову, подбили в Минеке, мы стали еще немножечко беднее. На 20% и больше доходы работающего человека снизились, пояса свободно затягиваются уже в районе шеи. Если в абсолютных цифрах, то ситуация выглядит вот как. Средняя зарплата по стране остается на уровне докризисного 2013-го, то есть где-то 15-25 тыр. За это время на 30-40% выросли всевозможные тарифы, настолько же подорожали продукты питания и топлива. Доллар вдвое дороже стоит, чем 4 года назад. Кто-то скажет, ну и че мне этот доллар? Ничего. Просто 90% товаров на отечественном рынке импортные. Все от трусов до компьютеров и автомобилей. Это продукция, за которую посредник платит валютой, исходя из чего, собственно, и цена для конечного потребителя затем формируется. Впрочем, в ЦИОМ и Росстат и всякие другие цифры дают по доходам населения в смысле. Ну, давайте на них посмотрим, что ли, и пофантазируем все вместе. В нефти и газодобыче средняя зарплата в 2017 году составила 100 344 рубля. В производстве нефтепродуктов 91 617 рублей. В трубопроводных компаниях более 80 тысяч рублей. В то же время в образовании средняя зарплата 29 302 рубля. В медицине 31 051 рубль. Знаете, мне всегда было интересно, по какому принципу все эти профессоры отчетов свои таблицы составляют. Откуда они берут для них цифры? Из Википедии, из фантастических романов, из патриотично-оптимистичных докладов мэров и губернаторов? Сто раз уже говорил, не надо ничего мудрить. Зайдите на какой-нибудь сайт работа.ру, посмотрите, что там работодатели предлагают людям, и все станет ясно. Отправьте своего интервьюера на проходную любого предприятия, только не того, что у Кремля базируется, а куда-нибудь в Замкат, например. Но нет, мы врали, врем и будем врать. Это реальная журналистика, мы рождены, чтоб в сказке, тема сегодняшнего выпуска, поехали. Зато в зомбоящике все хорошо, там только успехи в перемешку с поводами для гордости, и чем ближе выборы, тем оптимистичнее репортажи пропагандистов. Не страна у нас, ребята, Эдем просто. Вот поглядываю иногда телевизор и думаю, господи, как же мне повезло, что я родился в этой стране. Экономика первая в галактике. Научным разработкам нашим японцы обзавидовались. ВТБ в 10 раз более надежен, чем любой швейцарский банк, а глава концерна БМВ после посещения автоваза решил закрыть производство раз и навсегда, чтобы не позориться со своими ведрами на фоне наших ласточек. Правда, в этот раз, друзья, пропагандисты сами себя превзошли в попытке лизнуть, и такое кино у них получилось. Слушайте, я рыдал. Вот недаром же назвал я эту программу, как вы ГТРКшники умудрились антипутинский сюжет сделать. Давайте смотреть и разбирать все это дело детально. Внимание на экран. Столичные лужники, что в этом году станут главной ареной чемпионата мира по футболу, заполнены до предела. Известно, что после реконструкции стадион умещает 81 тысячу зрителей, но здесь точно гораздо больше. Ведь заполнены не только трибуны, но и огромная фан-зона. На митинг-концерт в поддержку Владимира Путина, подсчитают подобные организаторы, собралось больше 100 тысяч человек. Да, это репортаж со стадиона Лужники, куда 3 марта пришли аж 100 тысяч человек для того, чтобы поддержать своего кандидата Владимира Путина. Смотрится богато. За людей действительно внушительное количество звезды сцены, звезды эстрады. Куда ни плюнь, вот реально плюнь и в звезду попадешь. Вот только, ребят, сказки про 500 рублей за участие в данном мероприятии. Правда, всего лишь сказки. На самом деле, присутствующая массовка – это представители различных общественно-политических организаций из Москвы, Подмосковья, соседних регионов. А таких организаций и их местных отделений у нас в стране выше крыши. ЕР, Молодая Гвардия, Общероссийский народный фронт, НОТ и бла-бла-бла. И все они, между прочим, существуют на бюджетные деньги главным образом. Так что, да, это вы их собрали. В том числе и парней их с хоккейной команды, которая как будто бы победила на Олимпиаде. Но дело не в этом. Слушайте, как они пели. Главный ведь там запивал. Здесь сегодня находятся замечательные люди, наши прекрасные спортсмены. И мы все видели, помним, как наши ребята, хоккеисты, после выигрыша медалей Олимпиады пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна. Мы сделаем это, да? Да! Поехали! А вот дальше данный видеоматериал лично у меня вызвал улыбку. Так пропагандисты в новейшей истории России еще не работали. Предвыборная гонка у Ксении Собчак была сегодня в буквальном смысле. Открытый кубок Тольятти, а за рулем сплошь представительницы прекрасного пола. Вот и кандидата от гражданской инициативы прокатили. Это круче, чем дебаты с Жириновским. И точно страшнее. Собчак честно скажет, в Азовских автомобилях давно не сидела. У русского автопрома явно есть шанс. А потом также стремительно отправится на встречу с обманутыми дольщиками в Самаре. Короче, пока главный пел и поражал аудиторию шиком организации концерта в Лужниках, другой кандидат Собчак встречалась с обманутыми дольщиками и пыталась помочь решить им настоящие проблемы. Кстати, не одна Собчак в те дни при деле была. Красные гвоздики к бронзовому бюсту одного из основателей советской автомобильной промышленности Ивана Лихачева. Завод его имени ЗИЛ закрыт. Последний грузовик выпустили в сентябре 16-го. Максим Сурайкин говорит о необходимости возродить легендарное производство. Сегодня нужна серьезная государственная программа. Именно. Это никому неизвестный Сурайкин. И вот смотрите, чем он занят. Приехал на завод ЗИЛ, чтобы выяснить, почему завод-то схлопнулся. Флагман наш некогда. Сергей Бабурин сегодня укреплял российско-болгарские отношения. Вот он в храме Христова Рождества в Шибке, оборона которой стала одним из ключевых эпизодов в русско-турецкой войне 1878-го. Святыня болгарских патриотов. Где именно сегодня отмечают подписание Сан-Стефанского мирного договора, что принес Болгарии свободу после пятивекового османского ига. Сегодня это праздник для болгар. А вот еще один не очень внятный кандидат Бабурин, который пребывал в те дни где-то там за морями. Так, блин, и он тоже не ерундой занимается. Ребят, не я все это безобразие придумал. Я просто сейчас откомментировал сюжет, который показали пропагандисты в прошлую субботу. Кстати, вот на этом месте я бы титр воткнул «Вы поете хорошо». Хотя нет, не так, не Газманов же в конце концов пел в данном случае. «Вы поете очень хорошо, вот так будет правильнее». Ну и зрители аплодируют, аплодируют на этом месте. Кончили аплодировать. И прям певец. Муслим Кобзон. Ой, ну и чтобы не на грустной ноте, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров очень горячо выступил на митинге в поддержку действующего президента. Заявил присутствующим, мол, ребята, без этого человека России хана, подумайте об этом. А уже через пару часов Филипп Бедросович был замечен в одном из московских аэропортов в Майами. На свою виллу человек полетел. Ну что тут скажешь, патриот, он ведь и в Майами патриот, главное в данном случае родину искренне и неподдельно любить. Ладно, все. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху, веселых историй еще больше. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже интересно. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok